Начнем с того, что достроят художественный музей лишь в 2019 году. Чтобы это случилось как можно быстрее, средств потребуется в пять раз больше, чем планировалось изначально. Предыдущий контракт оценивался в 122 миллиона рублей и заключали его с фирмы «Селф». Новый тендер на проведение работ после разрыва отношений с «Селфом» составляет 622 миллиона. Директор музея Инна Галкина сообщила Политсибру, что прежняя сумма включала в себя лишь часть работ, а новая позволит сдать музей под ключ. Кстати, общая сумма возведения объекта перевалит за миллиард, ведь ранее в строительство уже вложили 400 миллионов рублей. Ремонт ожидает также инфекционное отделение Центральной городской больницы Наукограда. Об этом уже пишут журналисты Бийского рабочего. Информацию они нашли на сайте госзакупок. Сумма на ремонт превышает 38 миллионов рублей. Источником финансирования указаны средства краевого бюджета. Отмечается, что капитальный ремонт может провести организацию, у которой есть опыт работы, связанного с предметом контракта. Заявки принимают до 17 августа. Комсомольская правда Барнаул сообщает, что детей с ДЦП приглашают на бесплатное обследование в Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. Крайний подобный прием состоялся 30 июля. На нем побывали 12 пациентов. Семь из них пригласили на повторные с наблюдением и коррекцией терапии. После обследования каждый из детей получил на руки индивидуальную программу реабилитации. Следующий прием состоится 27 августа. Записаться на него можно по телефону 29 75 04. Татьяна Голубева, Наши новости.